Группа Renault представила свежую стратегию работы под названием Renolution, то есть революция Renault. Притом прежний план французы презентовали около года назад, однако из-за смены руководства компании было решено двигаться по иному пути. Нам, разумеется, больше других интересной моменты, касающиеся российской марки Lada. Тем более, что боссы группы заготовили революцию. Наши машины технически будут полностью повторять румынские дачи. Если говорить предметно, то до 2025 года АвтоВАЗ полностью перейдёт на модульную платформу CMFB, а количество доступных моделей и типов кузова сократится на треть – с 18 до 11. Из этой информации можно сделать однозначный вывод – обе Нивы, старая и новая, отправятся на покой, а преемницы Гранта и Весты переедут на архитектуру Альянса. На ней же будет построено следующее поколение Нивы, которое автоматически станет кроссовером. Первые премьеры назначены на 2023 год, видимо, это будет как раз свежая Гранта. Затем дебютирует ещё одна новинка класса B, очевидно, как раз Нива. А в 2025 году стоит ждать модель Гольф-класса, то есть Веста 2. Всё это затеяно, чтобы нарастить общую прибыль двух компаний до 5 миллиардов евро против нынешних трёх. В свою очередь, общий объём производства должен перевалить за 1 миллион машин. Масштабно ничего не скажешь. Между тем, накануне сама Лада провела большую конференцию, подведя итоги года. Общие цифры оказались вполне ожидаемыми. А вот анодцы грядущих новинок заставили удивиться. Так, представитель российской марки номер 1 заявил, что рестайлинг Весты, который, по информации инсайдеров, должен пройти летом, будет отложен до следующего года. Ещё одна новость. Горячий универсал Lada Vesta SW Sport выпускать не планируется. Также вазовцы открестились от разработки минивэна, так как клиентам хватает обычных универсалов. Кроме того, Автоваз не хочет заниматься электромобилями, поскольку для них нет рыночных перспектив. Но при необходимости батарейную модель можно взять из ассортимента Рено. Наконец, во время онлайн-мероприятия было чётко сказано, что Lada сейчас работает над следующим поколением семейства Гранта, а также над принципиально новой Нивой. Продолжение следует...